Всем привет, друзья! С вами Яна и это канал Новый Джуниор. Сегодня мы с ребятами решили поиграть в свою игру, но на киберспортивную тематику. И первой парой участников, как вы уже успели заметить, станет Господаров и Капачо. Всего будет 5 тем, в каждой из которых по 5 вопросов. Чем выше стоимость вопроса, тем, соответственно, он сложнее. Также нашим игрокам будут попадаться вопросы флешки, которые необходимо перекинуть своему тиммейту. Ну что, погнали! Первая тема баг или фича. Маппул, ганы, игроки и читы. Так, и я выбираю, кто первый будет отвечать. Ну, давайте начнем с Капачо. Выбирайте. Так, сейчас, а что значит баг или фича? Так, ладно. Да пусть будет баг или фича 200. Судья ИСЛ инициировал расследование, в ходе которого многие киберспортивные организации лишились своих наставников, из-за чего они были уволены. Нет идей, ребят? Вы знаете? Нужно нажимать кнопку. Вы серьезно? Это такие наставники, подожди. Это тренеры. А, ну так это то, что недавно было, да? То же тренерский баг с аспектом. Хорош. Все легко. Я опять выбираю вопрос? Ты опять выбираешь тему. Время на исходе. Читы 800 будет. Нифига себе. Эта команда благодаря читам дошла до финала турнира, но была дисквалифицирована за продажу слотов на HLTV OR. За продажу слотов? Назовите команду, да. За продажу слотов? Я такой первый раз слышу, кстати. Какие команды? Крупный турнир, не крупный? Ну, довольно таки. Название есть ГОТС. А если не отвечают, то что? То у тебя будет минус 800. Господа, у вас есть какие-то варианты? Это ОГЭ индийская? Подумай еще, у тебя есть вариант. Подожди, стоп. Там где вот этот тип был с щитом один в команде, нет? Ну, там он был не один. Как это? Ну, малоизвестная команда, довольно таки. Малоизвестная? Да, но все знали, что они читырят на турнире. Клан Фонтан? Нет. К сожалению, нет. Минус 800. У тебя минус 600. Это РРГОТС. А, ну да. То есть меня надо отбить, получается. Я хочу плюс 600. Ну, чтобы закончить с плюсом, да. Давай, выбирай тему. Будут граны. Граны. О, гадайте оружие по звуку. Ребят, на секундочку, здесь будет 6 видов оружия. Они будут поочередно озвучиваться. Вам нужно звать все 6 видов. Не слышно, подожди, у меня чистый, что? Стой. Можно заново? А, вы не слышали все это время? У меня выкатился звук. Я слышал, все. Я... Ах ты. Давай заново. Фортуна, она такая. Кирилл, а ты знаешь ответ правильный? Не уверен. Давай, давай, я еще заново. Надо послушать заново. Потому что я не слышал уже. А я не смогу его заново включить, к сожалению. Хорошо. Диггл. Надо нажать кнопку. Нужно нажать кнопочку. Давай хотя бы 3. Окей, давайте хотя бы 3. Что там было наверняка? Нет, первый был Скар. Отлично. Второй был АВП. Отлично. Третий был какой-то пистолет, но я не помню. Потом четвертый был, по-моему, Скарострелка, только другая, которая за террористов. Угу. Потом Фамас и в конце Нова. Короче, ты угадал Фамас, ты угадал Скаро, ты угадал АВП. Там был еще Бизон и СГшка. А, ну вот, Бизон, это, короче, по уходу, это был третий, наверное, да? Да, третий был Бизон и в конце был МАК седьмой, не Нова. Кирилл, 600 баллов, я тебя поздравляю, угадавай дальше. Вот давай, МАК Пул, 400. А зачем МАК Пул? Где территориально находится карта Кэш? Ну, где, стоп. Ну, СССР там все такое там. Ну, а тут понятие растяжимое СССР. А где находится? Вспомни тематику карты. Завод, не знаю. Окей, это находится в Украине территориально, это место. А, Чернобыль? Ну, да, окей, за счет его это Припять. А, ну все, так это правильный ответ. Правильный ответ. Если бы у Буренка вот ответы за него даете, он бы мог не догадаться, я бы да ответил. Получил бы очки, а в итоге... Так, Кирюха, вот тебе, типа, лайфхак, нажимай сразу кнопочку и все, типа, дальше сиди угадывай. Так, я не успел нажать. А, ну тут уже такое вопрос. Он классил, а потом думать начал. Я сейчас так же, значит, он классит, а потом думать буду. Во время вторых открытых отборочных на EM Нью-Йорк этот игрок получил вагбан прямо во время игры. Назовите ник игрока. Вы его знаете. Короче, даю последнюю жирную подсказку. Он должен был участвовать с вами в Na'Vi Sports Game. Отвечает Кирилл. Да, ОСДФ. Кирюха просто врывается в турнирную таблицу 1600. Попускаю Ваню пока. Не по фактам, не по... Ну, не заслуженно считаю. Так, Ваня. У тебя есть возможность отыграться. Игроки 400. Игроки 400. Как появился ник Паша Бицепс? Ну, окей, давайте вспомним, откуда Паша. Родом. С Польши. Почему Бицепс понятно? А почему Паша? Блин, вам надо... Зовут его Паша. Нет, его зовут Ярослав. А, ты Слав зовут? Точно. Да? Есть какой-то ответ? Нет. Нет. Слово Паша на польском это корм для домашнего скота. Да, это вообще... Классно. Где-то был мем, что он, типа, жил на какой-то ферме и вроде бы даже его пробовал. Ну, окей, идемте дальше. Так, о, баг или фич за 800? Команда Би-Аджи использовала этот баг еще на квалах в Пи-Джель Мейджор, а в последующем и в основном этапе турнира. Организаторы назвали этот баг легальным, но сами же игроки договорились не использовать его на чемпионате. О каком баге идет речь? Есть ответ? А когда был этот баг? Я уже знаю. Короче, это был баг с прыжком. Они очень часто его использовали на эстерна, когда на контроле ты прыгаешь и головы не видно, хотя ты видишь. Найс, Кирилл. Отлично, ты получаешь. Да, да, да. Это полнительные баллы. Вот, кстати, сам баг. Вот он, да. Я как помню его. Я сам вырезал. Это я придумал. Окей, давайте дальше выбирайте тему. Ладно, Ванечка, давай послужней. Давай. Я вижу, вы вошли в кураж. На полтысячи. В честь кого была названа улица на карте Инферно? В смысле, название позиции? Нет, название улицы. Там прямо есть такая табличка, написано ВИА. В честь... Так, тут два игрока у меня. Либо Тоси, либо Фрайберг. Это не игрок. Вторая попытка. А, шо? Улица названа Инферно? Да, прямо на Инферно есть. Я предлагаю сразу минус тысячи. Давай, подожди. Виа. Это Винчи, без понятия. Все, у меня больше нет вариантов. Это Винчи. Да. Кирилл, я тебе забираю баллы, потому что... Это Данте или Гери. Виа Данте. Виа Данте. В общем, без понятия. Вань, ты на втором миду играешь? Ты должен знать такие вещи. Да я туда даже не смотрю. Я бегу и... А это в пол. А это вообще, в принципе, нет. Так, опять я. Давай за тысячу хардкора. Ну, чтоб тебе сразу... Да я только что за тысячу был, и я улетел. Ну, ты давай еще. Четыре. Спасибо, давай. Что произойдет дальше? Это видео вопрос. А, я знаю. Я уже первый. Ты первый класснул? Я не... Кирилл. Это Форсакина с поли... Отлично. Найс. Почему у меня не... Потому что Кирилл первый. Это такой легкий был, я не знаю. Кирилл, иди дальше. Выбирай тему. О, ладно, давай 200 что-нибудь. Игроки 200 давай. Игроки 200. Ну да, сейчас я его даю, мне плюс 200 будет. Классно. В каком году была основана организация Na'Vi? Я не знаю. А, УСА. Серьезно? В 2010? Нет, 2009. Нет, 2009. Ну ладно, засчитаю. Правильный ответ. Козел. Как можно этого не знать? Камон. Мы в прошлом году праздновали десятилетие. Я его не праздновал. Я не... Я не углянул. Да, я вот тоже не праздновал. Где мое празднование было? Капачи, выбирай тему. Ты вышел в ноль, кстати. Секрет за кроссом. Это флешка. Ты можешь ее передать своему тиммейту, то есть Господарову. Я могу ее передать? Это из Эльван Кельн. Чем примечательно это видео? Ой, я знаю. То есть я могу сразу ответить? Нет, ты не можешь ответить. Отвечает Господаров. А, Шару упал со сцены. Как ты хочешь? Я хочу посмотреть это еще раз, кстати. Ну вот, для тебя. Оскароносные моменты. Мне нравится, как тиммейты пошли просто дальше. Знаешь, такие, типа, ну, упал и упал, блин, чувак. А знаете, почему он находится в теме баг или фича? Потому что чувак просто провалился сквозь текстуры. Понятно. Так у него еще монитор забагался однажды, он крутился. Я бы это в щиты и добавил. Да. Окей, Кирилл, убирай дальше. 20 тысяч и что дальше осталось? Ну, а сто три. Три двести, две тысячи. Давай одну двести опять. Давай, короче, ганы. Потому что из ганов что-то все пошло. Угадайте оружие по спрею. Сейчас, конечно же, я угадаю. Не будет. Такая картинка самая неудачная. Ну, сорян. По-другому никак. Есть варианты? Что это может быть? Или нужна подсказка? Бизон? Найс! Капачи получает двести долларов. Ты что вообще на роддом ответил? Я вообще в спреи бизона, но не знаю, как я понял. Нет, ну ты серьезно на роддом ответил? Нет, нет, нет. Я спалил, я веду патрона 63. Ах ты. Капачи, выбирай тему дальше. А пока Капачи выбирает тему, пишите в комментариях, на сколько вопросов вы правильно ответили. Также не забывайте подписываться на наш канал. Ну и ставьте лайки. Дурак. Игроки в тысячу. Несмотря на то, что это бразильская команда, в ее состав входят два игрока с привычными для нашего региона именами. Назовите название команды. Ну, кстати, да, имена бы много. Андрей и Юрий. Беспонятия вообще, я не знаю. Я думаю, это Фьюри, там просто Юрих есть. Какая команда? Фьюри, там игрок с ником Юрих есть. Найс, найс, найс. Это правильный ответ. Вот они оба, Андрей и Юрий. Легко. Сантос. Ладно, 2800. 25 ганна, потому что с ганнами я вообще проваливаюсь. Ганны за 800. Какое оружие меняет свой внешний вид после перезарядки? Цеза. Цеза. Да как ты ответил? Ну, еб... Я спамил кнопку. Кирюха, выбирай дальше. У него... У него задержка меньше, он быстрее... Пинку лучше. Да, да. Здесь рано. Ладно, давай игроки 800. Игроки 800. После победы на DreamHack Winter 2013, DevilWalk вышел на сцену и смог удивить зрителей. Что он сделал? По-моему, он снял штаны, если не ошибаюсь. Кирюха, хорош, получаешь еще баллы. Откуда ты это вообще знаешь? Вот эти вот эти... Садил за сценой. Оскароносные моменты. Они тогда очень... Фнастики очень токсичные на тот момент были. Они типа... Да-да-да. Прям понял, вот как ты буллишь, типа... Как мы тебя буллим, так вот они все буллили. Не-не-не, сначала ты сказал, первое слово дороже Хэру. Ну, там, не знаю, что дороже. Тихо, а мы будем тебя... Тихо, ты тебе позже что-то рассказывать. Ты сейчас тоже покушенный. 5600 и 200. А-а-а, господи. Ну ладно, давай, чтобы я тебе шанс был. Читы за 600. Читы за 600. Этого игрока Фейсит пригласили в свой офис, чтобы он доказал, что не использует читы. Вопрос, чтобы для Капачи. Как ты первый? Я ж клацаю, я не поймаю. Я спану на эту кнопку. Как ты первый делаешь? Что ты клацаешь? Кирюха, дай какой-то шанс, я не знаю. Ну ладно, пусть у него сганны. Как ты клацаешь период? Я не понимаю. Как? Расставьте скины согласно их стоимости. От самой большой до самой маленькой. Это смотря Фактор Нью или нет? Да. Самая высокая до самой маленькой. От самой высокой до самой маленькой. Самая высокая это этот нож. Окей. Потом Дигл. Угу. Потом этот АВИК, если он Фактор Нью, потом 5-7, потом Негев. На самом деле идет первый Градиент, потом идет Мьёльнир, потом идет Пламя, Змеиная Кожа и 5-7. Ньёль? Что такое Ньёльнир? Это пулемет, он для крафта используется. Да, он используется для крафта, поэтому он дорогой. Если я гунгнира, потому что посмотрите на его оружие, то там вот эти штрихи, короче, такие изогнутые... Минус 800. Понял? У-у-у! Вот правильный ответ. Не догадался. Да, я так и знал. Вот так и знал. Прямо все в точности. Маппул за 800. Когда из официального маппулу убрали Коблстоун? Его заменили на ДАС-2. Я думаю, это было в 2017. Точно? Нет. Минус, 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 минус. Ваня? Так, стоп. Просто миллион мыслей пролетел. Давай, Ваня, это легко, я тебе дал шанс просто. Я тебе дал шанс. Сяжелись при глазах. Это я не раньше или позже, я хз. В 2018-й, Ваня, отвечай и все. В 2018-й. Это правильный ответ. Ты снова уходишь в ноль. Спасибо. Я Ване просто дал шанс на самом деле, чтобы... И Рокки. Подожди, подожди. Чей это Тим Спик? Ваня, трое, трое, трое. Меня спалили. Еще трое? Нет, трое, трое. Еще от вас. Я живу. Я просмотрю. Давай, подожди. Еще от убил. Хорошо. Еще двое. План, еще. Питер. Убил. Парас. Найс. У меня не ремонт. Могу предположить, что нынешний состав Виртус Про, либо Гамби. Нужно определиться. А какого года Тим Спик? Вот это важный момент. Не скажем. Этого года. Почему я не слышал? Этого года. Да. Тогда Виртус Про. Правильный ответ. Виртус Про. Трое, трое, трое. Меня спалили. Еще трое? Еще тогда, когда Адрен участвовал. В составе. Я просмотрю. Давай, подожди. Просто я услышал голос этого. Давай, добивай меня. Давай. Дуй. Дуй. Коман. Килл ми. Я хочу страдать. Пожалуйста. Ломай меня полностью. Копач, а ты уже не в минусе, уже здорово. Ты вылез из долгов. Поздравьте меня, если отвечу правильно. Будем отвечать. Пол 200. Какая карта была в мапуле всех мейджоров? Отвечает Кирилл. Отлично. Это правильный ответ. Мираж. Ес. Юху. Минус 3. Я так рад за тебя. Боже, это такая жесть. Ну окей. Давайте дальше. Кирилл, выбирай тему. Бак или фича 600? Погнали. Из-за чего появилась эта табличка на карте? Есть какие-то предповедения? Из-за того, что раньше можно было багом на них подлететь? Да, абсолютно верно. Вот этот момент. Ну это я знал. Да, я просто не успел клацнуть. Окей, давайте дальше. Копач, выбирай наконец-то тему. Мак или фича 400? Тоже сейчас. Мачи против Олдил Сиэта, команда использовала баг на карте Оверпасс, из-за чего разгорелся большой скандал. Назовите команду. Отвечает Кирилл. Я же первую клацнула. Ну поставилась. Стой. Команда. Брожевая полосочка. Брожевая полосочка. Команда, Фнатик, Бусталов, Мэйсер. Высходили и он... Да, это правильный ответ. Типа, тут в принципе другого ответа не могло быть. Еще хлопает. Да не хлопайте. Окей, давайте идем дальше. У нас осталось всего лишь три вопроса. Выбирай, Кирилл, тему. Ганы 400. С каким оружием моделька в CSGO двигается медленнее всего? Кирилл? Кирилл? Негев, Негев, Негев. Почему будет Негев? Да, это правильный ответ. Да как? А это же обновление было за медленнее всего? Как? А там типа выбор был небольшой. Там был М249 и Негев. Ну, я думал, М249, а это обновление было, что с Негем терминно двигается. А ты хотел сказать Негев, Капачо? Или М249? Ну, хорошо, что ты не успел. Ну, это тебе ответит, чтобы ты провалился. Окей, давайте дальше. Два вопроса. Мапул за 600. Это флешка. Уходит Капачо. Капачо, есть шанс заработать баблишко. Какого цвета мопеды на карте Инферно? Это оранжевые. Все три? А? А, все? Да. Я знаю только один где, и все. Велосипед, может, там? Не, мопеды. Мопеды? Они на планете А, возле КТ Респы и где-то еще. Окей, говори, типа, с мопедами. Да, оранжевый, серый. Может, просто оранжевый оставим, я не знаю. Мне кажется, такой красивый цвет. Подожди, ты же сказал еще несколько. Я же сказал оранжевый. Они все одного цвета. Да, это правильный ответ. Ты такой молодец. Плюс 800 баллов. Четы за 200 – это последний вопрос. Многие проигроки до сих пор считают его читером, несмотря на то, что он выиграл мейджор. О ком идет речь? Плюша? Да, это правильный ответ. Какая была напряженная борьба. Вы шли нос в нос. Ну, я поздравляю, Кирилл. Ты собрал аж 5800 баллов. Как же, шелка, блядь. Просто отправлю легче. Ваш комментарий об игре и вопросах. Легко. Все. Ребят, на самом деле, это не конец. Кирилл переходит в гранд-финал и поборется с победителем второго раунда. Ай, ё-моё. Да, так что. Ребят, спасибо за игру. Как вам в целом игра? Понравилась? Интересно было? Ну, я просто тупой. Последний ничего не поделать. Капачи, давай будем откровенны. Тебе просто не хватало немножечко времени, вот, чтобы нажать кнопочку. А так бы ты бы все ответил. На самом деле, я мне Кирилл... Я же сказал, что я тупой, но не сказал же, что я тупее, Кирилл. Я просто не успевал на кнопку паснуть.